МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорит и показывает город-герой. Севастопольское информационное бюро. Первые новости города. В студии Кирилл Попов. Здравствуйте. Вторые сутки подряд на полуострове фиксируют по 5 жертв коронавирусной инфекции. По состоянию на утро 7 октября, по данным Республиканского министерства здравоохранения, 4 человека скончались в Крыму. 118 новых случаев заражения зафиксировано в соседнем регионе во вторник. Об этом на своей странице в социальной сети ВКонтакте сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Далее приводим его цитату. 74 из них выявлены при обращении за медицинской помощью. 36 среди контактов с ранее заболевшими. 8 при скрининге здоровых лиц. С начала пандемии в Республике зарегистрировали 5288 зараженных. Выздоровело 3068. 76 скончались. Еще 27 инфицированных обнаружили за минувшие сутки в Севастополе. Об этом сообщила пресс-служба городского правительства. Случаи подтверждены у людей в возрасте от 20 до 79 лет. Все местные жители. Один пациент скончался. 67-летняя женщина. В течение ее болезни осложнялась тяжелой вирусной пневмонией на фоне хронических заболеваний, респираторным дистресс-синдромом и инфекционно-токсическим шоком. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 1191 человек. 753 из них выздоровели. 33 умерли. Местные власти напоминают жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены. Что ждет тысячи краснокнижных деревьев и кустарников, произрастающих на месте, которое было определено под масштабное строительство медицинского кластера в Гагаринском районе, рассказали севастопольские власти. Чиновники обещают, что постараются сохранить как можно больше растений. Так, во вторник первые несколько сотен молодых кустов можжевельника в целости и сохранности отправились в городской питомник севастопольского лесхоза. В здании Гагаринской администрации разгорелись жаркие споры. Поводом для дискуссии стал вопрос смежевания территорий по адресу Фиолентовское шоссе 15, вынесенный на общественное слушание. Именно этот участок власти Севастополя выбрали для строительства давно необходимого городу медицинского кластера, в который войдут больница скорой помощи, анкологический диспансер и инфекционная больница. Выбор устроил не всех севастопольцев. На территории произрастают тысячи краснокнижных растений, которые в ходе строительства придется уничтожить. С другой стороны, поиск нового места для размещения современного медгородка занял бы годы и вновь оттянул строительство столь необходимых городу учреждений системы здравоохранения. Понятно, что здравый смысл восторжествовал, и люди понимают, что, как сказал Михаил Владимирович, я деревья люблю, но людей люблю больше. Вот принято решение о начале, по сути, строительства, ну и первый этап – это вырубка деревьев. Мне очень приятно участвовать в этом процессе, в уничтожении этого леса. Но, с другой стороны, совершенно понятно, что есть вещи социальные, есть жизни людей, которые точно важнее, чем деревья. Тем более, еще раз говорю, да, не сразу, но пройдут годы, и все эти деревья, которые здесь у нас срублены, которые здесь уничтожены, они вырастут в других местах в большем количестве. На этом участке чуть больше 10,5 тысяч деревьев, из которых, по словам вице-губернатора, около половины – краснокнижные. Под пятно застройки всего попадает примерно 7,5 тысяч растений. Сохранить удастся около трети зеленых насаждений. На сегодняшний день все необходимые порубочные билеты получены. Восполнить потерю планируют благодаря компенсационной высадке. Деревья тех же пород, что и срубленные, высадят на территории города в двойном объеме. В питомниках лесхоза в сумме растет около 300 тысяч растений. Именно отсюда будут взяты деревья и кустарники для компенсационной высадки. Ее планируют произвести ближе к зиме на территории Севастопольского и Микензиевского лесничеств. Исполнителем этих работ было выбрано государственное автономное учреждение «Севастопольский лесхоз». Его специалисты не только займутся компенсационной высадкой, но и предоставят трехлетнюю гарантию на то, что растения приживутся. Во вторник в один из их питомников на передержку поступили новые жители – первые кусты можжевельников, произраставшие до этого на территории будущего медицинского кластера. Учитывая особую ценность и сложность выращивания этих хвойных, их решили не просто вырубить, а пересадить. В новое место жительства пока отправились только 300 растений. Однако власти заверили, что спасено будет максимальное количество кустов можжевельника. Мы изъяли особи взрослые, пригодные для пересадки. Сейчас мы забираем их сюда, на Новикова 60, в свой питомник Севастопольского лесхоза. И при истечении благоприятных погодных условий эти растения будут высаживаться на территории лесокультурного фонда. Ближайшие несколько месяцев растения проведут в питомнике под чутким наблюдением работников лесхоза. На территории Севастополя они будут высажены ближе к зиме. Идеальный для этого период – с ноября по март. Все привезенные сюда деревья для пересадки, они будут находиться в таком карантине, который обеспечит им в дальнейшем хорошую приживаемость пересадки в грунты. Их будут поливать, за ними будут ухаживать наши специалисты. Специалисты у нас очень квалифицированные, опыт работы у них очень большой. Что касается некраснокнижных деревьев, за их вырубку городу выплачивается денежная компенсация. А благодаря новому законопроекту средства должны пойти на восполнение зеленого фонда города. Компенсационные выплаты по поручению губернатора у нас теперь все пойдут. Если они раньше просто уходили в бюджет и по сути там растворялись и шли на любые нужды, то теперь с появлением зеленого фонда, а уже буквально в ближайшее время законопроект будет внесен в наше законсобрание, компенсационные выплаты попадают все в зеленый фонд, и на них мы опять же будем закупать деревья, высаживать их на территории города. Документ разрабатывается по поручению губернатора совместно с законодательным собранием города. В его обсуждении также принимают участие местные ученые и члены общественного совета прессе в природнадзоре. Кроме того, чиновники и активисты активно обсуждают необходимость создания в регионе новых питомников для выращивания растений, которые впоследствии будут переселять на клумбы и в парки нашего города. София Драговоз, Александр Устич, Дмитрий Лилека, Севенформбюро. Прочно укрепить и сохранить исторический облик. Авридную подпорную стену на 4-й бастионной следует восстановить по технологии сэндвичей, заявил в интервью телеканала НТС депутат законодательного собрания Севастополя Вячеслав Горелов. Кладка стены на одной из центральных улиц города вдоль исторического бульвара частично обрушилась в понедельник, о чем сообщил интернет-портал Форпост. Камни осыпались на тротуар и повредили защитную обшивку, которая скрывала электрические провода. Департамент городского хозяйства правительства Севастополя обязал владельцев, проходящих на участке кабельных линий, восстановить оборудование и крепление защитного короба за три дня. Предписание выдано АО «Ван Телеком» и ООО «Юг Телеком». О плохом состоянии подпорной стены на 4-й бастионной было известно еще год назад. Она наклонена и сброждена трещинами. После ливня к ситуации привлекали внимание местные жители. В департаменте городского хозяйства уточнили, что в 2020 году планируют заключить контракт на ремонт подпорной стены. После стадии проектирования, при наличии финансирования, будет выполнен капитальный ремонт подпорной стены, говорится в сообщении. Однако приступить к ремонту следует с учетом ошибок, которые были допущены при ремонте подпорных стен на центральном городском холме, считает Вячеслав Горелов. Это вот довольно точный показатель того, что необходимо обращать внимание все-таки в первую очередь не на те стены, которые хотелось бы отремонтировать, а те стены, которые вообще в этом реально нуждаются. Вот та стена, которая находится на 4-й бастионной, они, по-моему, журналисты говорят уже, ну если не первый год, то первый месяц это совершенно точно. Ну и вот то, что произошло, это некоторый такой показатель того, что наши коллеги и средства массовой информации были вполне себе правы. При ремонте исторических подпорных стен в центре Севастополя просто необходимо сохранить их внешний облик. Для этого можно применить так называемую технологию сэндвичей, считает парламентарий. Стена разбирается, выстраивается внутренняя оболочка стены, которая строится из железобетона или армированного бетона и, соответственно, закрепляется в грунте с соответствующими специальными инженерными приспособлениями. А вот наружная часть стены, которая является внешней, она складывается из того камня, с которого она была сложена. Поэтому обеспечивается одновременно и механическая порция стены, и обеспечивается ее аутентичный внешний облик. Я абсолютно убежден, что на 4-й бетона необходимо применять именно такие технологии. Вячеслав Горелов вместе с сотрудниками Департамента городского хозяйства правительства Севастополя осмотрел состояние подпорных стен вдоль улицы Советской. Специалисты определили два участка, где кладку необходимо переделывать. Он добавил, что стену вдоль улицы Советской возле объекта культурного наследия Константиновского реального училища, а ныне здание школы номер 3, укрепят, не нарушив ее аутентичность. Я думаю, что необходимо приступать к ремонту как можно раньше, потому что впереди у нас дождливый период, и, наверное, правильнее будет, если мы там до конца этого года работу эту завершим. Но еще раз говорю, важно сохранить аутентичный внешний вид всех наших подпорных стен, потому что они являются частью архитектурного облика Севастополя, который исторически сожился за многие десятилетия. Международный морской бизнес-форум принесет городу большие инвестиции и поможет создать новые рабочие места на судостроительных и судоремонтных заводах. В Севастополе продолжаются работы на дискуссионных площадках, и по итогам первого дня местное правительство заключило четыре соглашения о сотрудничестве и развитии промышленности в регионе. В Севастополе появится филиал компании «Арктика» крупного поставщика светового оборудования для кораблей, в том числе и военного назначения. Это стало возможным после подписания соответствующего соглашения главой нашего города на Международном морском бизнес-форуме. Правительстве подчеркивают, компания «Арктика» входит в объединенную строительную корпорацию. Важно отметить, что планируется именно локализация производства в Севастополе, что, безусловно, позволит для нас дать еще одно из направлений в промышленности, в развитии промышленности и привлечет, как сейчас, по предварительным оценкам, не менее 150 миллионов инвестиций. А это значит, что заводы нашего города расширят компетенции и смогут производить электротехнические изделия морского и общепромышленного назначения. На местных предприятиях появятся дополнительные рабочие места. А это приоритетная задача для организаторов Международного морского бизнес-форума, говорит его руководитель. «Конечно, в первую очередь мы заботимся о том, чтобы в городе Севастополе была работа, как на Севастопольском морском заводе, на 13-м заводе. У порта была работа, конечно, это сложнее сделать. И в основном у нас идет речь, конечно, о государственной поддержке, о государственных контрактах». Помимо вопросов судоремонта и судостроения, участники морского форума обсуждали вопросы транспортного сообщения с регионами, где есть порт. Обсуждали вопросы круизного сообщения Севастополь, Ялта, Керчь, Каспий, Севастополь, Ялта, Керчь, Москва, Санкт-Петербург. То есть это те направления, которые помогут развиваться городу, как туристическому городу, подтянут порт, подтянут гостиницы, подтянут судоремонт, судостроение. Для развития в городе рыбопромышленного кластера власти Севастополя заключили договор с акционерным обществом «Океанприбор». По мнению Марии Литовко, это позволит привлечь в город больше 1 миллиарда рублей инвестиций в виде проектов, которые будет организовывать петербургский концерн. На два дня работы форума у здания морского вокзала пришвартовали современные боевые корабли и катера. В этом году Черноморский флот стал участником военно-морского салона и демонстрирует новейшую технику и вооружение. Гостям проводят обзорные экскурсии по верхним палубам современных отечественных кораблей. Гостей очень интересуют, конечно, тактико-технические характеристики корабля, автономность, дальность плавания. Очень их интересует быт личного состава. На этом вопросе можно остановиться немножко побольше. Почему? Потому что корабль сделан по последнему слову техники. И на нем сделано очень много того для быта личного состава, так как автономность у корабля большая. Очень хорошие условия для экипажа. Постоянно пресная вода, кондиционеры. На площадке Севастопольского военно-морского салона также представлены малый ракетный корабль «Орехово-Зуево», корабль противоминной обороны «Иван Антонов», противодиверсионный катер типа «Грачонок» и патрульный катер типа «Раптор». В Ялте горел санаторий Отечественного министерства обороны. Побороть пожар удалось благодаря слаженным действиям городских спасателей. По информации пресс-службы Главного управления МЧС России по Республике Крым, сообщение о возгорании поступило в 6 часов 15 минут утром 7 октября. Уже прибыв на место, специалисты выяснили, возгорание обшивки произошло между восьмым этажом и кровлей. Площадь пожара составила 1200 квадратных метров. По предварительным данным, в санатории находилось 300 человек. Благодаря оперативному прибытию сотрудников Федеральной противопожарной службы удалось избежать гибель и травмирование людей. Точную причину возгорания установят позже в результате ведомственной проверки. В ликвидации пожара принимали участие 74 человека и 26 единиц техники. От Главного управления МЧС России по Крыму 53 человека личного состава и 14 единиц техники. Военнослужащие и боевая техника зенитного ракетного подразделения Черноморского флота вернулись в пункт постоянной дислокации. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства. Более 20 единиц техники и порядка 50 бойцов прибыли на железнодорожном транспорте после участия в стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2020». Солдаты и офицеры отработали практические действия по нанесению ракетных ударов на полигоне «Капустинья». Личный состав зенитно-ракетного полка получил существенную практику в работе по обнаружению и условному уничтожению воздушного противника. Произвел достаточное количество пусков практических. Приобрели огромный опыт, который надо, я согласен с командиром полком, его сохранить, главное, и приумножать. Военнослужащие провели на полигоне порядка двух с половиной месяцев. Там они выполняли различные задания, от запуска мишеней до боевых стрель. Все поставленные задачи были выполнены, батареи справились на отличном. «Мы, по сути, для комплексов «Бук», для комплексов «С-300», для комплексов «Торг» запускали для них мишени с разными высотами, с разными параметрами. И наши оппоненты, товарищи ПВОшники, тоже отработали успешно по нашим мишеням. Полком был поставлен рекорд – 72 пуска. Так много мы еще никогда не пускали». Командование Черноморского флота поблагодарило личный состав за боевую учебу, проведенную на высоком уровне, а также за соблюдение крепкой воинской дисциплины. Напомним, стратегические и командно-штабные учения «Кавказ-2020» прошли с 21 по 26 сентября 2020 года. Маневры стали завершающим этапом комплекса мероприятий по боевой подготовке вооруженных сил Российской Федерации. К этому часу все. За развитием событий следите вместе с выпусками «Севенформбюро». Телефон редакции городской 592060, а также мобильный – плюс семь девять семь восемь девятьсот тридцать один тридцать один. Уточнить информацию или оставить свою вы можете на нашем сайте нтсдфиз.тв.ком. Ждите новостей, до встречи, всего вам доброго и берегитесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова